Главная тема нашей программы звучит как первая помощь. Многие, конечно, изучали такой предмет в школе или в университете, но стоит напомнить, как действовать в той или иной ситуации, да еще и подчеркнуть что-то новое. Я думаю, что это никогда не поздно и всегда важно. Итак, что делать, например, если человек рядом, с которым вы находитесь, подавился? Согласитесь, такое случается нередко. Казалось бы, но как вести себя в этой ситуации? Мастер-класс прямо сейчас. С нами на связи Василий Скубилов, специалист по первой помощи Белорусского Красного Креста. Доброе утро. Действительно, непроходимость дыхательных путей довольно распространенная проблема. Мы с ней можем сталкиваться довольно часто. Я думаю, каждый из нас испытывал такое состояние, когда подавился чем-то, возникает кашель, который долгое время может мучить, пока инородное тело не будет извлечено из дыхательных путей. В этом случае необходимо находиться рядом с человеком и побуждать его кашлять. Это так называемая частичная непроходимость дыхательных путей. Кашляйте. Кашляйте. Не надо делать какие-то физические действия по отношению к этому человеку. То есть, он с помощью своего естественного кашлевого рефлекса сможет избавиться от этого инородного тела. Кашляйте. Кашляйте. Если на ваш вопрос, что с вами случилось, человек не может ответить ничего, хватается за горло, пытается сделать вдох, а вдох сделать невозможно, так как бывает и полная непроходимость дыхательных путей, в этом случае мы должны вот таким вот образом сделать 5 направленных ударов в межлопаточную область. Если инородное тело не появилось, тогда мы делаем 5 надавливаний на верхнюю половину живота. Вот таким вот образом. Давления должны быть довольно сильные. На своем коллеге я сейчас показывать это не буду, но сымитировали и показали мы вам, как можно помочь человеку при непроходимости дыхательных путей. Спасибо огромное. Обязательно запомним ваши советы.